Панцер Альайт Экшн Спецназ Project Fulv В игре представлен непосредственно сам российский спецназ и огромный арсенал отечественного оружия. Так что знатокам, несмотря ни на что, будет довольно любопытно поиграть. Titan Quest Несколько лет разработчики из компании Iron Lord трудились над новым экшен-рпг таких невероятных возможностей, что по сравнению с ним Диабло — это что-то очень маленькое и жалкое. Привет! Это программа ФАК, и я её ведущий Борик Ротер. Для тех, кто до сих пор не видел нашу программу, вкратце поясню, о чём же она. Есть конкретная игра, вызывающая определённые вопросы. Моя задача — разобрать сапш по кирпичикам и дать ответы на ваши вопросы. Не будем терять время. Разработчики из компании Zootfly подготовили для нас ещё одну игру про Вторую мировую войну. Они попытались отойти от распространённого формата стрелялок от первого или третьего лица, где мы играли за какого-нибудь солдата и взяли за основу танк. А танковых симуляторов гораздо меньше. Panzer Light Action – Fields of Glory. Итак, забираемся в танк и начинаем. Нам предстоит пройти одиночную кампанию из 18 достаточно длинных миссий. Сюжет игры описывает историю трёх танковых экипажей, которые никак не связаны между собой. При этом цель у них одна — уничтожить врага. Ничего сложного в этом нет. Всё просто и прямолинейно. Вы получаете задание, выполняете его и продвигаетесь дальше. Слегка напрягает система сохранения с контрольными точками. Потому что вернуться обратно уже не получится. Это если вы вдруг захотели починить технику. Также может быть такая ситуация, когда загрузка происходит под обстрелом сил противника. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2,6 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 128 МБ видео и 2,5 ГБ на жёстком диске. Если вы никогда раньше не играли в танковые симуляторы, эта игра вас может заинтересовать. Вот уже закончилась не самая короткая первая миссия. И только сейчас обращаешь внимание, что она прошла на одном дыхании и хочется играть дальше. Наша оценка геймплея — 4 балла. Всё-таки задания и действия в этой игре однообразные. С графикой в игре тоже всё в порядке. Ландшафты пририсованы хорошо. Дороги, деревья, дома — всё есть. Жалко только, что всё вокруг серое и скучное. Типа плохая погода и война. Всё понятно, но хочется красоты. Техника пририсована также хорошо. Модели выглядят реалистично. Гусеницы крутятся, башня проворачивается. И, естественно, техника пачкается грязью, что выглядит также натурально. Всё это красиво движется и стреляет, создавая красивые взрывы с разлетающейся в стороны землёй. За графику ставим тоже 4 балла. Озвученная игра неплохо. Танк сердит и тарахтит своим дизелем, поскрипывает при движении и достаточно громко стреляет. Постоянно слышны отдалённые взрывы, стрельба из пулемётов и прилетающие самолёты. Сразу чувствуется, что здесь неспокойно и постоянно что-то происходит. Все ваши действия озвучиваются актёрами. И у них неплохо получается. Их фразы хорошо подбадривают и даже по-своему смешны. За звук ставим тоже 4 балла. Вроде всё хорошо сделано. Ничего не глючит. Но до захватывающего экшена не дотягивает. Тема Второй мировой войны уже опробована во многих играх. Всё уже давно известно, что и как надо делать в таких играх. Графику также решили сделать среднего качества, чтобы игра без проблем работала на разных платформах. Получается, что игру сразу начали делать по отработанной схеме. С точки зрения прибыли для разработчиков это правильно. Но для нас, игроков, жаждущих зрелища, больше 4 баллов эта игра никак не может получить. Даже эта оценка завышена. Панцер и Лайт Экшн Филдс оф Глори. Понравится большинству игроков. Всё дело в приятной графике и внятному управлению. Конечно, у этой игры есть и минусы. Но это ведь аркада. Вдобавок мультиплатформенная. А если у вас возникли вопросы, тогда смотрите дальше. Я поделюсь с вами некоторыми советами. В этой игре всё достаточно просто. Нет сложного управления танком, нет сложной системы наведения на цель. И очень простая схема повреждений. Ну, настоящая аркада. Правда, вам всё равно придётся быть осторожными и аккуратными. Внимательно следите за всем происходящим вокруг. Обязательно пользуйтесь биноклем на открытых пространствах. Если увидели цель, постарайтесь зайти на неё со стороны. И не транжирьте снаряды. В первую очередь используйте пулемёт. Если считаете, что боеприпасов может не хватить, доверьтесь своим ощущениям и вернитесь к ремонтному пункту или складу. Иногда, даже в самых сложных ситуациях, стоит отвлечься от того, что происходит на поле боя, и переключиться на оборону воздушного пространства. Иначе можно в считанные минуты провалить задание. На узких городских улицах надо быть особенно внимательными. Танки и солдаты могут появляться в самый неподходящий момент из той страны, откуда вы их не ждёте. А ещё очень коварные, укреплённые противотанковые установки. Они значительно меньше танков и закамуфлированы под местность. Заметить их очень сложно. И последнее, самое простое. В одном из писем нас спросили. В правом нижнем углу здесь чётчик снарядов висит. Показываются две цифры через слэш. Например, 92-92. Разве так можно переключать виды снарядов? Всё проще простого. Первая цифра указывает оставшееся количество патронов. А вторая — максимальное количество. Больше играйте в игры, тогда такие вопросы у вас точно не появятся. Сейчас нас ждёт настоящий тест-драйв всех самых известных моделей концерна Volkswagen. Да что там, в игре под названием GTI Racing можно прокатиться даже на прототипах, которые до сих пор находятся на стадии разработки. Их даже в железе ещё никто не видел. А у нас уже есть возможность опробовать их на самых живописных трассах всего мира. Итак, встречайте. GTI Racing. 11 августа 2006 года компания 1S выпустила локализованную версию игры GTI Racing. У нас эта аркада получила загадочный слоган. Прямой впрыск чистого адреналина. Разработчик — польская студия Prominence. А издатель на западе — компания Deep Silver. Игра поддерживает до четырёх соединений по локальной сети. А также игру через интернет. Если сравнивать GTI Racing с World Racing, то первое, что бросается в глаза — это модная нынче возможность апгрейдить свою машину, докупая все возможные детали. Таким образом, перед нами открывается целый магазин автозапчастей. Доступен как внешний тюнинг, так и тюнинг ходовой части. Купить можно спойлеры, насадки на глушитель, молдинги, крылья, турбированные спортивные коробки передач, профессиональные тормоза и широкие шины. Что же касается самих автомобилей, среди которых GTI, G60, R32, а также концепт-кары и классические модели. Для адекватной работы вашего компьютера с данным приложением потребуется процессор, не уступающий по производительности четвёртому Pentium с частотой 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. Также игра потребует 2,2 ГБ свободного дискового пространства для установки. Геймплей Разговор о геймплее аркадных гонок, безусловно, нужно начинать с настроек автомобиля. В нашем случае всё предельно стандартно. Регулируется максимальная скорость в ущерб разгону, высота и жёсткость подвески, а также рулевое управление. Жаль только, что большого влияния на поведение машины все эти тонкости не имеют. Так что зачастую проще выставить все ползунки в среднее положение. Таким образом, геймплей не набирает больше 4 баллов. Графика, как ни странно, действительно радует глаз. Трассы проложены в очень живописных местах и проработаны до мельчайших подробностей. Можно даже ненароком засмотреться и улететь в кювет. Машины не отстают от окружающей их красоты. Реалистичные блики и сочные краски делают своё дело. Пятёрка за графику. Гул моторов, виск покрышек и звук разбивающихся стёкол. При ударе всё это, безусловно, имеется и выполнено на стандартно хорошем уровне. Рычание, урчание и ворчание каждой машины уникально. И если верить разработчикам, было записано с реальных образцов. Единственное, что может со временем надоесть, это саундтрек. Четвёрка за звук. Нельзя сказать, что GTI Racing – это что-то выдающееся. Но поклонники жанра, а также любители немецкого народного автомобиля, оценят проект по достоинству. Тем более, что графика на высоте, а это зачастую главный параметр в выборе игры. Одним словом, GTI Racing честно заслужила твёрдую четвёртую. В общем, погонять GTI Racing рекомендую каждому. Вряд ли игра долго задержится на вашем харде, но кратковременный интерес гарантирован. Что уж говорить о фанатах марки, таких как, например, я. Эти ребята будут колесить по виртуальным трассам на народном автомобиле ночи напролёт. Одним словом, игра для своего жанра получилась на удивление неплохой и уже обзавелась фанатами. На некоторые из их многочисленных вопросов мы сейчас и постараемся ответить. Вопрос. Какие запчасти лучше покупать в самом начале, чтобы быстрее прокачать машину? Ответ. В течение всей игры главными для вас должны быть нитроускорители и всевозможные апгрейды, добавляющие мощность. Остальные железки практически не повлияют на характеристики вашего авто. Вопрос. Почему, когда я срезаю и прихожу, например, вторым, то общее время гонки оказывается больше, чем у того, кто финишировал третьим, и в итоге бронза достается мне? Может, это глюк? Ответ. Нет. Это вовсе не ошибка разработчиков. Просто за слишком наглые срезания добавляются штрафные секунды. Кроме того, не стоит слишком часто вылетать с трассы. Это тоже наказуемо. Советуем приглядеться к соперникам. Они тоже очень много срезают, но делают это только там, где можно. Что же касается аварий, то советуем держаться подальше от всевозможных гортиков и ограждений, поскольку даже при легком соприкосновении машина буквально приклеивается к ним. Повредить машину в GTI Racing практически невозможно. Невозможно. Смотрите во второй части программы. Titan Quest. Несколько лет разработчики из компании Iron Lord трудились над новым экшен-рпг таких невероятных возможностей, что по сравнению с ним Диабло — это что-то очень маленькое и жалкое. Спецназ Project BULF. В игре представлен непосредственно сам российский спецназ и огромный арсенал отечественного оружия. Так что знатокам, несмотря ни на что, будет довольно любопытно поиграть. Смотрите во второй части программы. Спецназ Project BULF. В игре представлен непосредственно сам российский спецназ и огромный арсенал отечественного оружия. Так что знатокам, несмотря ни на что, будет довольно любопытно поиграть. Titan Quest. Несколько лет разработчики из компании Iron Lord трудились над новым экшен-рпг таких невероятных возможностей, что по сравнению с ним Диабло — это что-то очень маленькое и жалкое. Странная все-таки страна Чехословакия. Создается впечатление, что у нее, как и у ее наследниц Чехии и Словакии, никогда не было достойных армий. Иначе как вы объясните тот факт, что программисты этих стран делают игры исключительно о чужих вооруженных силах? Вот чехи, например, создали Operation Flashpoint и Vietcong. Хорошие игры про войну и американскую армию. Той же тропой решили пойти и Словакии из молодой компании Byte Software. И анонсировали игру в спецназ Project Wolf. Правда, армия там не американская и даже не словацкая, а российская. Случай, можно сказать, беспрецедентный. Иностранные разработчики делают игру про наш спецназ. Сюжет спецназ Project Wolf незамысловат. Наши дни. Советский Союз вот уже более 10 лет как благополучно развалился, оставив после себя множество военных баз, разбросанных по всем уголкам земли. Содержать их больше нет никакой возможности, и ядерное оружие вывозится на территорию России. Но в один ужасный день неожиданно пропадает связь с транспортным самолетом Ил-76, на борту которого находится очередная партия смертоносных зарядов. От одного лишь известия об этом большинству генералов в Генштабе сразу становится нехорошо. Попадив в руки террористов хоть одна боеголовка, и по спокойному и стабильному миру можно смело заказывать панихиду. На ноги тут же поднимается практически весь личный состав главного разведывательного управления Генштаба. Для силового обеспечения операции в точку, куда предположительно упал самолет, направляется одна из лучших групп спецназа ГРУ. Угадайте, кто будет ее командиром? Конечно же вы! Рекомендуемые системные требования к игре. Процессор эквивалентный четвертому Pentium с частотой 2,2 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 видеопамяти. На жестком диске игра займет 1,5 ГБ. Процесс управления командой напоминает Ghost Recon. Нам подчиняются несколько небольших боевых групп, которыми можно управлять в реальном времени посредством тактической карты. Никакого предварительного планирования в игре нет. Казалось бы, отличный тактический экшен. И в самом деле, за геймплей можно смело поставить 4 балла. Но все портит графика. Угловатые модели противников, невнятные кусты и трава – все это по-настоящему мешает насладиться игрой. Иногда просто невозможно отвлечить очередного террориста от окружающей растительности. Не помогают даже снайперские винтовки. Никакие навороты в области геймплея не способны исправить подобные недочеты в графике. За внешние данные спецназ Project Wolf получает трояк. Еще один важный фактор, без которого тактический экшен просто невозможно себе представить – это звуковые эффекты. Прислушившись, можно понять не только, с какой стороны к вам подкрадывается враг, но каким образом он это делает – ползет, идет на корточках или смело шагает к вам в полный рост с автоматом наперевес. 4 балла за звук. Намерения разработчиков совершенно непонятны. С одной стороны, неплохой сюжет – геймплей и звук, а с другой – совершенно невнятная графика. Возможно, приманкой должен был служить непосредственно сам российский спецназ и огромный арсенал отечественного оружия. Так что знатокам, несмотря ни на что, будет довольно любопытно поиграть в спецназ Project Wolf. Общая оценка игры – хорошо, хотя и не очень четверком. Кстати, в Project Wolf имеется очень любопытный сетевой режим, который представляет собой онлайновую стратегию. В ней также участвуют две команды, причем каждая со своим командиром, на экране которого вместо привычного вида от первого лица находится тактическая карта. С ее помощью можно не только видеть местоположение всех подопечных, но и отдавать им различные приказы. Что же касается одиночных миссий, то тут тоже все не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому сейчас мы дадим вам пару полезных советов. Вопрос. Я не могу понять, есть ли какая-нибудь разница между стрельбой из положения сидя и стоя? Ответ. Как ни странно, но разработчики почему-то упустили это из виду. Кучность при стрельбе из разных поз одинакова. Что касается выбора оружия, то советуем брать старый, проверенный АК-47. При стрельбе одиночными он показал лучший результат. Вопрос. Помогите пройти миссию, в которой надо зачистить целое поселение террористов. Каждый раз при проходе кто-то убивает в спину. Ответ. Скорее всего, это снайпер на вышке, установленный на северо-востоке. Перед тем, как вести свою группу вперед, прикажите солдатам занять оборону, а сами отправляйтесь на поиски снайпера. Советуем ползти, и как только увидите вышку, начинайте заходить сзади. Там есть лестница, по которой можно подняться к снайперу и тихо его нейтрализовать. Господа разработчики, кто из вас придумывал имя для этой игры? У Titan Quest есть все шансы забороть Dungeon Sides, Secret и Ижи с ними, и стать единственным истинным новым Диабло. Но зачем было вводить широкие народные массы в заблуждение словом Quest, когда игра относится к жанру экшн-РПГ? Ладно, хоть Титана в ней действительно фигурирует, на том спасибо. Впрочем, бог с ним с названием, главное, чтобы игра была интересной. Несколько лет разработчики из компании Iron Lord трудились над новым экшн-РПГ таких невероятных возможностей, что по сравнению с ним, Диабло — это что-то очень маленькое и жалкое. Titan Quest создавался при непосредственном участии Брайана Салливана, главного дизайнера и руководителя этого проекта. Когда-то именно он курировал разработку культового сериала Age of Empires со всеми аддонами и сиквелами, после чего все это ему надоело, и он решил заняться проектом Age of Mythology. Кстати, именно из этого проекта выросла игра Titan Quest. Вдохновившись мифологическими играми, Брайан создает компанию Iron Lore, набирает команду из бывших суперпрофессионалов таких фирм, как Blizzard, Microsoft и Atari. Годы разработки, трудов и лишений. И как итог, свежеиспеченный хит Titan Quest. А рекомендуемые системные требования для этого хита следующие. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 3,5 ГБ на жестком диске и видеокарта с памятью 128 ГБ класса GeForce 6800 или ATX 800. Первое впечатление. Вот это красота! При максимальном приближении камера дает воистину феерическую картину. А когда этот пиксель-шейтерный красавец замахивается мечом или эффектным жестом посылает во вражеские фейсы и прочие части тела молнии и фаербола, есть шанс умереть от восторга в нашей суровой реальности, а заодно и в игре. За графику смело ставим 5 баллов. И даже с плюсом. Оторвав взгляд от окружающих красот, попробуем сообразить, зачем мы вообще тут находимся. Все просто. Нам надлежит спасти древний мир от еще более древних титанов, для чего мы сначала пробежимся по Греции. В программе тура Хелос, Спарты, Дельфы, Афины и так далее. Слегка сократим численность армии монстров, вычистим катакомбы Парфенона, сплаваем на остров Кносос. Все ни в коем разе, это лишь присказка. Далее нас со всем возможным комфортом проведут по древнему Египту и Китаю. Экскурсии по Великой Китайской Стене и прочим садам Семирамиды входят в обязательную часть программы. Когда разговор подходит к описанию интерфейса от Titan Quest, хочется просто пожать плечами и спросить, вы видели World of Warcraft? Тогда вы и так все знаете. Ну, Диабол-то вы точно видели? Тоже очень похоже. С геймплеем также ставим 5 баллов и снова с плюсом. В игре настолько эргономично увязаны всевозможные элементы, что от нее в буквальном смысле невозможно оторваться. И все это дополняется великолепной озвучкой, которая оставляет практически такое же неописуемое ощущение, какое когда-то было при первом запуске Диабола. Звук также оцениваем на 5 баллов. На Titan Quest стоит обратить внимание всем фанатам жанра. Новации и интересные задумки здесь вполне к месту. Это настоящий наследник Диабола в мифологическом сеттинге. Тот самый редкий случай, когда результат оправдывает все ожидания. Общая оценка игры 5 баллов. А Blizzard тем временем все пишет и перечеркивает сюжет несчастной третьи Диабола. Все набирает, распускает, набирает заново штат программистов, аниматоров и прочих специалистов один другого умнее знаменития. Постоянно огрызается на попытки любопытствующих, хоть краем глаза взглянуть сквозь замочную скважину на какие-нибудь подробности и урвать пару пикселей любой картинки, маломальски похожей на скриншот. Но теперь это нас уже почти не волнует. На ближайшие месяцы занятия у нас уже есть. Изучить до последнего миллиметра игру, которая абсолютно неожиданно стала так называемым новым Диабло. А мы вам в этом поможем. Первый вопрос. Помогите убить последнего босса в Греции? Какой-то мини-титан, он постоянно вызывает каких-то пожирателей жизни. Каждый раз, когда появляются пожиратели жизни, надо отвлечься на них, а потом продолжать убивать титана. И еще. Прокачайтесь побольше перед этой битвой, потому что проблем с ним быть не должно. Подскажите, мне уже во второй раз попадается разрушенное здание. Когда туда заходишь, из-под земли сразу появляются скелетоны и атакуют меня. Не могу их победить. Стоит ли мне с ними бороться или пока что отбегать? У меня только где-то седьмой уровень. Конечно, стоит. Сначала бей и магов скелетов, а потом всех остальных. Многих интересует вопрос. Какой максимальный уровень персонажа? Точно сказать не можем. Но на 52-м рост продолжается. И последнее. Все вещи разделяются на пять цветов. Серые — это дешевый хлам. Желтые — зачарованные. Зеленые — еще лучше и дороже. Синие — это эпохальные. Иногда их можно улучшать. И, наконец, фиолетовые — легендарные. Также иногда можно улучшить. На сегодня это все. Пишите мне ваши вопросы и пожелания на адрес faqsobakamuzdefestv.ru и я обязательно отвечу. Не забывайте про форум. До скорого. Играйте и выигрывайте. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok